Театральная студия «Луч» представила премьеру спектакля «Восемь любящих женщин». Зритель увидел трагикомедию в постановке режиссера Алексея Ракульцева. Взглядом со сцены поделится наш корреспондент Оксана Шосток. Окунуться в мир тайн женской души предложил в этот раз режиссер Алексей Ракульцев. Классическую детективную историю Робера Тома «Восемь любящих женщин» хотели поставить еще в прошлом году. Но, как говорится, звезды не сошлись. Тогда публике была представлена постановка ухажеры. Идея фикс – сделать спектакль для женской половины трупа – не давала режиссеру покоя. «Восемь любящих женщин» был поставлен. Месяц плотных репетиций, и зритель наконец-то увидел долгожданную премьеру. О, мадам! Что? 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 Он лежит в своей постели. Ну что, Лиза? И повсюду кровь. А-а-а! А-а-а! Пошел! Послушайте! Что вы такое говорите? Да-а-а! Господи Луиза! Мама, стой! Мама! Мама! Никто не должен туда входить! Никто не должен ничего трогать! Да! Кто приходит в полицию! Мама, она права, это слишком серьезно не входит! Сюжет разворачивается в загородном доме, где собирается большая семья. Но радость встречи омрачает страшное событие. Хозяин дома найден мертвым в своей спальне. Кто же из восьми женщин – убийца? Трагикомедию в одно действие разыграли актрисы театральной студии «Луч». Многие уже знакомы зрителю по предыдущим постановкам, но есть и дебютанты. Дарья Стришкова сыграла в спектакле «Младшую дочь хозяина дома». На ее долю выпала роль непростая, но по-актерски очень интересная. Для меня спектакль «Восемь любящих женщин» – это большая работа над ролью. И было тяжело, потому что Катрин – это не совсем я. Это вот даже прям большая противоположность меня, этот персонаж. Актеры так органично вжились в свои образы, что за их действиями зритель наблюдал с замиранием сердца. Люди абсолютно разные и по темпераменту, и по профессии сплотились в одну команду. И даже в тот момент, когда было тяжело и казалось, что ничего не выйдет, они знали, что все получится. Спектакль для меня – это всегда большое счастье. Это одновременно и полет, и взрыв эмоций, и такое вот несколько пустое пространство, когда вот оно закончилось уже, да, и ты хочешь это снова. Режиссер Алексей Ракульцев уверен – ставки были расставлены верно и оправдали себя. Недочеты были, но они их знают только посвященные. Зритель должен видеть игру, театр. Это случилось. Спектакль был сыгран на должном уровне. Всегда будет куда расти, всегда будет что-нибудь доработать, всегда будет такой гандикап, к чему идти. Всегда цель недостижима. Всегда это отшлифованная пьеса, это, ну, только у профессионалов, мы все же любители. Но, мне кажется, на премьере все играли по-хорошему, по-другому, нежели на репетициях. То есть более живые эмоции. Героини страдали на сцене от неразделенной любви и постигали смысл жизни. Рассказывали о своих тайнах и разоблачали интриги. Это было так по-женски трагично и смешно, но при этом очень жизненно. Зритель аплодировал стоя. Оксана Шосток, Сергей Шалафан, Андрей Нагибин и Владислав Дроботов. Новости Муравленко.